Привет, бои эскайлты, с вами Кьюбайт. И добро пожаловать на распаковочку коробки Marvel Collector Corps. У меня здесь сразу две коробки, ну потому что здесь Marvel и DC. Я в группе делал голосование, выбрали, что первую нужно показывать Marvel коробку. Тем более на днях мне должны прийти еще две такие же коробки, но только на другие темы, разумеется. И тоже сделаем обзор, конечно же. Но вот сегодня делаем на вот эту замечательную коробку с орвиголовой и меченым на обложке, на коробке, в общем не знаю. Ну дизайн у Marvel Collector Corps, как всегда, на высоте. Мне безумно нравится этот арт. И давайте, наверное, раскрывать. Я надеюсь, что там что-нибудь будет мне приодеться, чтобы не ходить в одном и том же, а знаете, что-нибудь новенькое. Да, кстати, тема этой коробки это противостояние. То есть Marvel противостояние. Открываем. Здесь у нас сразу идет оформление коробки и выглядит это очень круто. То есть вы знаете, что Marvel Collector Corps, они используют всякие комиксные панели, комиксные арты, чтобы украсить коробку. И это выглядит реально очень круто. То есть здесь у нас вот сорвиголова против меченого, здесь у нас Капитан Америка против Красного Черепа и Доктор Октавиус против Человека-паука. Не знаю, будут ли там все эти противостояния, но по крайней мере здесь они есть. И дальше у нас идет нашивка и значок. Сейчас будем смотреть поподробнее, но вы пока поставьте лайк, потому что эта коробка тоже крута и тогда завтра я ее покажу. Давайте там кучу лайков и подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Первое, что я ухватил, это нашивка. И она просто бомбезная, это реально одна из лучших нашивок, которые мне попадались. Потому что здесь у нас Железный Человек и напротив него Альтрон. То есть это классический Альтрон, это комиксный Альтрон, это его версия, то есть это не из фильма Мстители Эра Альтрона. И в целом реально выглядит очень круто. Но так как это противостояние, я так понимаю, здесь много такого будет. И я только этому рад на самом деле. Хотя на коробке написано Superhero, то есть Superhero Showdowns, но на самом деле здесь и суперзлодей, как вы видите. И второе, что не менее крутое, наконец-то офигительный значок, это значок с Халком и Красным Халком. И насколько я знаю, они впервые... Ну это не значок, это кажется, пинап называется или что-то вроде этого. Я честно говоря, вот с этим я путаюсь. Но я называю это или брошка, или значок, то есть, ну крепятся они как брошка, видите. То есть и впервые появился Халк и Красный Халк на вот этих вот значках, на этих брошках. Хоть я много раз и показывал, как это крепится, но смотрите. Здесь вы убираете, убираете, продеваете и с другой стороны вот так вот закрепляете и держится очень прочно. Вот теперь я коробку открыл и далее у нас идет вот такая брошюрка с рекламой Стражей Галактики 2. Они уже скоро выходят, ну как скоро, там через месяц, по-моему. Но все же, они скоро выходят. Здесь рекламочка, кстати, очень качественная, очень круто выполнена. А на обратной стороне я вам не буду показывать, потому что это будет спойлер к этому видео. То есть там все содержимое коробки. Далее я кое-что уже отложил и сейчас достаю одну из самых крутых вещей в этой коробке. Я просто, я очень хотел это получить. Бэбэм! Это сорвиголова и мечены. Это их битва, это их противостояние. Вот так это выглядит в концепт-арте. И насколько я понимаю, это по комиксу... Точнее кроссовер. Шэдоуленд. На русском это, по-моему, царство теней. Вот. И там Росомаха действительно... Ой, Росомаха. Сорвиголова ходила вот в таком темном костюме. То есть, ну, черный с красным. Да, сейчас мы поподробнее все это посмотрим. Здесь у него... И у него тоже были такие лезвия. Так что я предполагаю, что именно по этому комиксу... Здесь у нас еще есть мечены. И в этом комиксе Росомах... Ой, точнее, Росомаха. Что у меня с Росомаха-то все? Сорвиголова его протыкал. То есть, это скорее всего поэтому... Я, может, кадры какие-то вставлю. Все, давайте я это распакую. И посмотрим поближе. Первая фигурка это меченый. Заклятый враг сорвиголовы. И насколько я знаю, фанкопоп он появляется впервые. А это офигенно круто. То есть, сам этот набор эксклюзивный. Да еще и первое появление фанкопоп меченого. Это... Дорогого стоит, наверное. У него в руках карта игральная. И в другой руке у него один сай. Ну, если вы не знаете, то меченый это суперточный чувак. Который может и зубочисткой убить. И карта игральной. И скрепкой. И чем хочешь. То есть, это очень меткий парень. Вот этой фигурке я рад ничуть не меньше. Потому что раньше у меня не было сорвиголовы фанкопоп. Как видите, он тоже башкотряс. То есть, все марвелские башкотрясы. Вот. И у меня не было сорвиголовы. Я очень хотел по сериалу купить. Но почему-то так до сих пор не заказал. Но теперь у меня есть вот такой эксклюзивный, замечательный. По Шэдоу Ленду, наверное. То есть, вот видите, у него лезвие на руках. И опять же, наверное, вы увидите сейчас на экране скрин. Ну, то есть, кадры из Шэдоу Ленда. И поймете, что, скорее всего, это по комиксу. Дальше у него, конечно же, есть логотип на груди. Красные глаза. Рожки шикарные. Посмотрите на это. Ну, это просто офигенно. У него есть подставка, которая снимается. Но я этого делать не буду. Зачем? То есть, и он якобы в полете такой раздвигает руки и против врагов. Но это офигенно круто выглядит. То есть, сорвиголова. Он крут, по-моему, в любом костюме. Кстати, пишите в комментариях, какой ваш любимый костюм у сорвиголовы. В общем-то, это прекраснейший набор, которому я очень рад. Действительно. Советую прочитать Шэдоу Ленд, если вы не читали. Там сорвиголова хочет захватить Нью-Йорка. Ему герои и злодеи противостоят. В общем, интересно. Идем дальше. Что у нас следующее? Давайте комикс пока не будем брать. Возьмем вот такие вот штуки. Это Pint Size Heroes. По-моему, они мне уже попадались. Кажется, что-то такое было. По-моему, по Бэтмену. Вот, я уже показывал. Это довольно новая серия от Фанка. То есть, это некий аналог Мистери Минис, но немного другое все-таки. И, ну, они... То есть, не башкотрясы, ничего такого. Не пов... Кстати, головы вроде поворачиваются. И здесь у нас набор из Капитана Америки и Красного Черепа. То есть, здесь две фигурки. А вообще, обычно, такие штуки, они рандомные. То есть, допустим, есть коллекция из, там, 16 штук. Ну, типа, как Лего мини-фигурки. И вы открываете, и вам попадается какая-нибудь фигурка. Опять же, можно нащупывать. Давайте это вскроем. Здесь... Вау! Просто невероятно! Я думал, кто же мне попадется? А здесь попадается Капитан Америка. Ну, потому что здесь все нарисовано. Здесь не может быть рандома. Здесь вам попадется по-любому кап. И во втором пакетике попадается Красный Череп. Давайте их поближе посмотрим. Потому что это очень маленькие штуки. Ну, посмотрите. С моей головой это прям малютки-малютки. Давайте смотреть. Честно говоря, я даже не ожидал, что они мне так понравятся. И получатся такими качественными. Проработка просто офигенная. То есть, знаете, качество вот этого принта, который нанесен на вот эти вот фигурки. Он, ну, прям поражает на самом деле. Даже в Мистери Минис такой покраски и такого качества нет. Очень четко все проработано. То есть, посмотрите, вся эта злость красного черепа. У него брови такие нависшие, посмотрите. То есть, даже вот эта, ну, лобная часть, она нависшая. Скулы у него выделены. То есть, красный череп же все-таки. И сам костюм вообще это классический. Красный череп, то есть, в своем классическом таком зеленом костюмчике. Здесь вообще все, в принципе, сделано по комиксам. Ничего по фильмам особо не бывает. Но только если это не приурочено к фильму, там может быть что-то такое попадется. И вторая фигурка, это Капитан Америка. Тоже классический, знаете, такой с улыбочкой. Очень классный. Посмотрите на проработку его костюма и щита. То есть, щит у него даже в классической его форме. То есть, он не круглый. И опять же, все очень качественно. Возможно, вам не видно, потому что, ну, это не такое приближение, как у меня могут делать глаза. Я прям бежу, вот смотрите, как близко. Но реально классные фигурки. И, конечно же, головы поворачиваются. Не знаю, зачем это нужно, но повернуть можно вот так, вот так, как хотите. В общем, классные фигурки. Я даже удивлен. И идем дальше. И следующее у нас то, что падает, это комикс. Посмотрите, какой замечательный. Это Inhumans против людей Икс. То есть, не люди против людей Икс. Это, естественно, опять же, эксклюзивная обложка с рви-головой и с облезубом. И, кстати, очень похоже на фотки. Я не знаю, это фотки или нет. Короче, не знаю, очень странно. Я не уверен, что такие фигурки существуют. Скорее всего, это просто модельки. Но выглядит, как будто, не знаю, как будто это сфоткали. Серьезно, то есть, какой-то свет здесь. Давайте я все это вскрою. И я думаю, по названию этого комикса-кроссовера понятно, что здесь нелюди будут сражаться против людей Икс. К сожалению, сам этот кроссовер, сам этот комикс я не читал. Это, кстати, первый выпуск, вариантная обложка. Я не читал. Но синапсис гласит, что люди Икс должны уничтожить этот тригеновый туман, который дает способности поддерживать жизнь нелюдей. Должны его уничтожить, чтобы самим выжить. А нелюди, разумеется, тоже хотят выжить. Поэтому они должны противостоять людям Икс. Думаю, все логично. На обратной стороне у нас замечательная рекламка ММДэмса в виде Мстителей. То есть, видите, логотип и тут молнии. Короче, ну это небольшой омаж на обложку. Но круто, да. Ну, рекламы в Marvel Comics их просто хоть оббавляй. Их рекламы очень много на самом деле. Здесь у нас вот DrStrange рекламит booking.com сервис. Дальше у нас вот идет комикс, комикс, комикс. Здесь, кстати, Старик Логан. Вот он еще есть. Старик Логан, вот он появляется. Ну, он дальше тоже будет. Здесь у нас вот уже... А, вот, кстати, синапсис, по-моему, да? Вот, посмотрите, здесь синапсис. Очень круто выглядит. Мне нравится, когда по цветам раскладывают. Меня просили побольше показать комикс. Снова идет реклама замечательная. Вот, знаете, можно даже такую небольшую мини-игру придумать. И считать, сколько рекламы в комиксах Marvel. У DC меньше. Вот, как ни крути, кстати, крутая реклама с MasterCard. Блин, а кто мне будет платить за эту рекламу? Блин, я бесплатно их рекламлю. MasterCard, тут всякие крутые карточки с дизайном. Вот я бы такое хотел в России. Представляете, карту вот с Мстителями. Это же офигенно, блин. Не знаю, мне кажется, молодежь пошла бы делать карты, ну, просто, вот, сразу, за следующий день. Почему такое не сделают? Дальше идет реклама агентов щита. Прямо на следующей странице рекламы, правда, очень много. И даже, ну, не скажу, что раздражает, но отвлекает немного. Вот, Monster Unleashed, это тоже новый кроссовер, который, ну, не так давно вышел. В общем, много-много всего. Я не буду, конечно же, показывать. Дальше у нас идет в конце еще Marvel Legends серии. Кстати, Дэдпула, Дэдпула и Кейбла я уже показывал из этой серии. Заходите на всякую всячину, там обзоры есть. В общем, комикс неплохой. Я рад, что, конечно же, опять же, вариантная обложка, эксклюзивная. Все круто. И теперь последнее осталось, это футболочка. Кружки, футболки, фигурки, кепки, комиксы и прочее-прочее. Это то, за что я люблю. Marvel Collector Corps и подобные рассылки от DC тоже. Вот, ну, я как бы, знаете, когда говорю Marvel Collector Corps, я говорю обо всех рассылках, в принципе. И это футболка. Аммаж на 14 выпуск The Amazing Spider-Man, где появился впервые гоблин. Это Человек-паук против гоблина. Короче, давайте раскрывать и смотреть. Главное проверить размер. Вроде бы мой. Главное, что подходило. Она темная. Темно-синяя такая. Вот. И посмотрите на этот принт. Я не знаю, вам в полный... Вот так будет видно все? Я сейчас, конечно же, примерю. Блин, ну это офигенно круто. Просто, блин, 10 из 10. Это, знаете, такая ретро... Ретро такой принт, он, знаете, уже как будто потертый. Посмотрите. То есть, видите, он не четкий. И это круто. Я такое тоже очень люблю. И здесь у нас, в принципе, паучок против зеленого гоблина. Естественно, фанкопоп паучок и фанкопоп гоблин. Но все же. Ребята, давайте я это примеру. Вот так-то гораздо лучше. И это реально прекрасная футболка. Она мне по размеру. То есть, ну я могу даже... Сту скрипит, но я могу даже встать. То есть, видите, она по размеру. Все замечательно здесь. Отлично. Крутая футболка. Я очень рад, что наконец-то они сделали что-то вот такое. Знаете, я люблю такие, знаете, потертые ретро принты. И причем, блин, зеленый гоблин и паучок. По-моему, это первая футболка с пауком. То есть, у меня есть кепка. Теперь есть футболка. Скоро соберу полный комплект. Но хотел сделать небольшое замечание чисто от меня, потому что я часто эти коробки покупаю, чтобы вам показать. И очень много вот таких, такого цвета. То есть, именно темно-синего. Ну, прям почти каждая вторая футболка, она вот такого цвета. Поэтому их уже много. Хочется какого-то разнообразия. Допустим, если бы она была красная какая-то и принт там другого цвета, было бы не хуже. Поверьте, даже красная она ярче смотрится, круче. Хотя я не особо люблю такое, то есть, супер яркую одежду. Но все же это было бы интересно. Короче, футболка шикарная. Я очень рад наполнению этой коробки. Конечно же, порадовал вот этот набор. Прям превосходно. То есть, не одна фигурка, а даже несколько. Но обычно, если одна фигурка, то они кладут еще вторую, допустим, Фанкодорпс какую-нибудь. Вот. Ну, очень крутой набор, очень крутой комикс, очень все круто. Фигурки эти маленькие. На этом все. Если вы хотите от DC коробку, то ставьте лайк, поддерживайте, оставляйте в комментариях свое мнение по поводу коробки. Подписывайтесь на канал, чтобы новые ролики не пропустить. Тем более, скоро еще коробочки придут и кое-что интересное. Заходите на всячину. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok